Добрейший вечерочек, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим, куда нацелена Луна Классик после коррекции, закончилась ли коррекция, какие есть таргеты в ближайшее время и что нам говорят в таблице и метрике по Луна Классик. Развивается она или деградирует и что ей также необходимо. Всем привет! Сегодня мы поговорим о рынке криптовалюты Луна Классик. Давайте посмотрим, что с рынком. Рынок уверенно торгуется свыше 1 трлн долларов капитализации и некоторые альткоины даже оживают. XRP торгуется в районе 50 центов. Вчера, кстати, снимал видеоролик, потому как его одна из канадских бирж вернула, по всей видимости, крупных. И XRP сегодня довольно-таки неплохо себя показывает. Также стоит отметить, что за последнее время мы заработали по боту порядка 804 долларов. И сделки были открыты по Иосу и по лайткоину были, естественно, зафиксированы. И также ранее открывались сделки по Луна. По поводу Луна также мы сегодня затронем, поговорим, но будем в большей части говорить о Луна Классик. Что касается, конечно же, интересного, то что сам биткоин в принципе стремится к району 24 тысяч долларов. Если мы будем смотреть, что здесь происходит, то по сути сейчас биткоин уверенно пытается выйти за 20 с половиной тысяч долларов. Это своего рода сопротивление. И как только он это сделает, то он устремится в район 22 тысяч 300. Это следующее сопротивление, которое ему нужно будет преодолеть, чтобы уже открыть поход в район 24 с половиной тысяч долларов. Если биткоин выйдет еще выше, то мы можем увидеть все 30 тысяч долларов, где биткоин торговался в мае месяце. Но делал он, конечно, это недолго и в итоге хорошо задампился. Зачастую, когда у нас появляются экстремальные объемы, то так или иначе цена когда-то возвращается. То есть здесь можно также посмотреть то, что вполне себе эти отметки в 28 тысяч долларов по биткоину можно ожидать. Если мы говорим про другие монеты, вчера в принципе рассказывал о лайткоине. По лайткоину халвинг у нас будет в июле 23 года. И сейчас что делает лайткоин? Он растет до этого халвинга. Это точно так же, как и было в 2019 году. Вы можете вспомнить, когда был халвинг лайткоина. Он вырос до халвинга и потом сам токен сдулся. Поэтому имейте это в виду, кто сейчас там будет пытаться заработать и так далее. Потому что монеты нужно изучать. То есть трейдить это одно, смотреть график, но изучать также монетки тоже интересно. Изучать их историю, изучать вследствие чего они были в росте. И вследствие чего потом они упали. И если мы будем говорить про... Давайте наберем луна. Монета, которую в принципе на самом деле торгует и наш бот. И у нас в закрытом сообществе. В принципе мы актуально ее и круто торгуем. Практически вышли на последнем пампе на хаях. Можете в принципе в телеграм канале посмотреть. У нас вот здесь в принципе были показаны все сделки по луну. Торговля бота. И здесь вот в принципе в закрытом сообществе мы также, где имеется 226 подписчиков. Мы здесь также давали сигнал. И в принципе в последний раз зафиксировали сделку. И заработали 19% прибыли к депозиту. И соответственно это была очень жирная сделка. Потому как вышли мы практически на хаях на 2,89. Поэтому если у вас есть в принципе желание, может присоединиться. Все гугл формы, они находятся в описании. По поводу луны. Здесь понятно, у нас есть зона поддержки. И в принципе позитивным сигналом есть то, что в последний момент, когда мы ходили... Вернее, в последнее время, когда мы ходили в район зоны поддержки 2,20. Мы оттолкнулись от нее. И фитилем в принципе здесь выкупили объемы. И таким образом вышли наверх. Что можно сказать по поводу этого движения? Это то, что у крупного игрока определенно есть интерес в этом районе. В этой зоне. И эта зона, соответственно, сейчас зарекомендована как коммунитивная. То есть вполне себе здесь крупный игрок набирает позицию. Здесь еще тоже крупный игрок по 2 доллара покупал луну. Но 2 доллара мы уже давно не видели. Соответственно у нас уже новая зона поддержки. Это говорит о том, что мы уже скоро будем выходить наверх. То есть вверх я жду район там возможно 8 долларов. Возможно чуть выше. Где-то в начале 2023 года. Думаю, возможно даже все случится раньше. Но то, что здесь в принципе набор позиций происходит. И то, что монета довольно-таки у нас в узком диапазоне ходит. Это говорит о том, что ее опять-таки набирают. Ее набирают, чтобы дальше пропампить. И это не может не радовать. Если мы говорим про луна классик. То у нас с вами есть тоже здесь зона поддержки. Более того, у нас есть трендовая линия. Которая нам указывает на то, что дно здесь было у нас повышенное. Его выкупили. И в принципе здесь монетка тоже собирается идти наверх. Соответственно, если мы говорим про сопротивление. То этой монете нужно на дневном таймфрейме. Давайте посмотрим выйти за сопротивление. Которое она встретит в ближайшее время. Это там 25-26. И после этого она стремится выше. Если мы говорим про, естественно, волны, про волны эллиота. То у нас получается такая картина, что здесь пока что монетку набирают. И ее будут готовы, в принципе, пульнуть в одну, а то и даже две десятых одного цента. И это уже нас приближает к одному центу. И если у нас будет активное сжигание. Если мы, в принципе, будем продолжать улучшаться. Улучшаться экосистема, в частности. Комьюнити развивать эту монету будет. То, в принципе, есть хорошие перспективы. Если мы говорим про какие-то цели конкретные. То это 25-26, 28-3, 32-1 в ближайшее время. В рамках поднятия всего рынка криптовалют. Потому как, в принципе, понятно уже, что рынок криптовалют идет наверх. Если сейчас и остались хомячки, которые думают, что он спустится. То это, видимо, те люди, которые зафиксировали свои криптовалюты летом в минус. А сейчас, так как криптовалюты, большая часть из них подняла. Они просто не хотят их выкупать по завышенной цене. Ну, то есть, например, человек продал эфириум ниже 1000 долларов. По-моему, эфириум колол 900 долларов. Вот он слил на самых низах. Ну, а сейчас эфириум покупать почти в два раза дороже. Но какой ему смысл? И вот поэтому, в принципе, не хотят люди покупать. И, в принципе, это будет говорить о том, что их засадят выше. То есть, эфириум, как только сейчас перешранет в отметку 2000 долларов. Мы будем видеть в полу фома. Но после фома вы знаете, что случается. Видим, что, в принципе, Terra Classic комьюнити развивается. Здесь объемы в твитах и обсуждения довольно-таки высокие. И это говорит о том, что комьюнити растет. По поводу централизации и децентрализации. Здесь, что вообще стоит отметить? Какие есть, в принципе, факты? То, что в настоящее время Luna Classic недостаточно децентрализован. Дело в том, что у лучших валидаторов слишком много права голоса. Они могут повлиять на любой голос руководства во имя децентрализации. Делайте ставку с меньшими валидаторами, чтобы наше сообщество оставалось сильным. Но на самом деле, отчасти это заблуждение одного из людей, якобы экспертов. Почему? Потому что всегда будут в той или иной сфере сильные и слабые. Ну, или те, кто послабее. То есть, не может быть такого, что все были равны. Поэтому мы видим, что да, у валидаторов есть и сильные здесь стороны, и есть и слабые. То есть, есть слабые валидаторы, есть сильные. Это везде, в каждой экосистеме. Поэтому, да, отчасти это плохо. Но уравнять всех невозможно. Потому что, если кто-то это и сделает, то это уже будет говорить о том, что система централизована. Ну и подводя итоги, значит, рынка криптовалют. Что мы можем сказать? Здесь определенно мы видим рост. По крайней мере, зарисовку того, что мы будем двигаться еще выше. Стоит отметить, что если вы думаете, что нет, этого не будет, то вы ошибаетесь. Лишь потому, что биткоин не вырос. Лишь потому, что сейчас на рынке нету фома. То есть, определенно люди, да, не думают, что они слили там криптовалюту и так далее. Вышли из нее, но они ждут еще ее ниже. И лишь потому, что там эфириум вырос на 80% от их слива. Они не хотят заходить. И таких людей, конечно же, много. Но рынок сейчас не заставляет их заходить. Вот как только они поверят, что эфириум будет 2,5 тысячи и 3 тысячи. Они зайдут и они захотят заработать свои 25-50%. Но рынок их опрокинет. Именно на это сейчас рассчитан цикл. И именно, я думаю, что так скорее все и будет. Сейчас фома на рынке нету. Сейчас, в принципе, только зарисовка к хорошему росту. Поэтому зайти еще в рынок там не поздно. Вопрос, куда заходить. Это тоже определенный вопрос, на котором есть ответы. И бот даст ответы. И в телеграм-канале закрытом, который существует с 2017-2018 года, тоже вам дадут ответы на данные вопросы. Поэтому я считаю, что очень грамотно также зайти в тот инструмент, который даст хорошую прибыль, максимальную прибыль. И вы сможете максимально эффективно зафиксироваться и выйти. В то время, как многие уже будут покупать, причем ваши монеты по дороговизне. Всем удачи, всем пока и до новых встреч.